Дорогу от Старой Буры до Старого Буртюка активно обсуждают уже несколько месяцев. Хотя тут, по сути, и дороги-то еще никакой нет. Есть только широкая ровная гравийная отцепь. Но, по словам районной администрации, она не предназначена для общего пользования, принадлежит нефтяникам и ГОСТам не соответствует. Строительство дороги обосновано тем, что существующая рядом дорога находится на балансе ОАО АНК Башнефть. Она предназначена не для общего пользования, а для эксплуатации нефтесервисным организациям и поэтому не соответствует действующим требованиям СНИП ГОСТ СТ. Но сомнения жителей такие доводы не уменьшают. Тем более помня о том, как глава этой дорогой разбрасывался. Ведь, по словам главы Новобуринского сельсовета, три года назад Радив Гельмулин обещал совсем другое. В ноябре 2011 года у нас на заседании совета сельского поселения приехал сам глава администрации муниципального района Гельмулин и сказал, все мы знаем о том, что дорога там есть. Вместо этой дороги за счет этих средств вам будет в каждой деревне по одной длинной улице будет проложена дорога и асфальтирована. Но это было в 2011-м. А сейчас важность этой дороги глава района доказывает отчаянно, чуть ли не с пены у рта. Назинский перекресток проезжает через ферму Керемитева. Старый Бура, новый Бура. Выходим на ту дорогу и по той дороге доезжаем до Бертюка. Устраивает вас вот эта дорога? Вот эта дорога, которой Ауксон был объявлен, 48 миллионов рублей. 48 миллионов рублей на дороге не валяется. Действительно, миллионы на дороге не валяются. Тут только один миллион. И тот в виде испорченных пахотных земель и груды песчаногравийной смеси. На большее вошло Бизон в виде псу-подрядчика и его лидер как генподрядчик оказались неспособны. Такой исход событий еще в декабре прошлого года предрекал районный депутат. Такая же история случилась с дорогой из деревни Старый Кайнлег до деревни Бурнюш. Тоже так же начали строить дорогу активно. Были выделены денежные средства. Кстати, на строительство новой дороги были отведены земли с ПК Племзавод Алга и Новобуринского сельского поселения. Но деньги они за них так и не увидели. Такие расходы вообще в районе не были спланированы. Хотя в 2013-м на них настояла прокуратура. А глава района уже обещает новые Золотые горы. Есть промысловые дороги нефтяника. Начиная с Биртюка, кончая до Буры, там объем ПГС набирается где-то 30-40 тысяч кубометров. Правильно. Вот это открытием вот этой дороги, асфальтированной дороги, мы вот этот ПГС, значит, мы уже разговор ведем на уровне нефтяника, забираем. Они отдают безвозмездно сельскому поселению. Он будет командовать. Начнется строительство дороги, вот это усиление дороги. Она как золото будет продаваться. Вы будете решать свои проблемы. Вот по этой счастью. Почему-то идея продажи песчаногравийной смеси главе района нравится больше, чем отсыпка сельских улиц. Хотя вот уж что точно, ни под один ГОСТ не подходит. Местные жители уже дали свое название этому строительству. Дорога в никуда. А районная администрация протестует. Говорит, что когда все будет готово, асфальтовым покрытием соединятся четыре деревни. Старый Буртюк, Новая Бура, Старая Бура и Кереметево. Но если эта дорога действительно так важна, то почему никто не следил за ходом работ? Ведь по договору все должно быть готово в октябре прошлого года. А что же по факту? А по факту договор с нерадимым подрядчиком расторгает только в конце марта этого года. Когда вопросы начинают задавать не только местные жители, но и городские и республиканские СМИ. Наталья Бурова, Денис Кузнецов. Информационная программа. Время новостей.